Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Дракула История Любви, Ветка с Владом, сезон 2 серия 5, Соседи. Мы отсутствовали в замке не больше пяти часов, но я поразилась изменением, произошедшим за это время во Владе. Опустошение, отстраненность, темнота, все это было в нем и прежде, но сейчас к ним добавилось нечто совершенно новое, чужое, опасное. Оно было заметно во взгляде, заполняло воздух вокруг, пронизывало мое сердце липкой тревогой. Нельзя было вчера уезжать, оставлять его таким. Куда исчез Ротвен? Что здесь было этой ночью? Сандра говорила о беде, а что если она уже случилась? Бывший стюард смотрел на Влада с вызовом. Вчера вы при всех набросились на мистера Ротвена. А что сделали с ним, когда замок опустел? Подошедший к нам Лео удивленно оглядел нежданных гостей. Его взгляд задержался на Тедди. Ты? Это ведь ты тогда заманил девочек в самолет. Какого черта тебе здесь надо? Бедняга потерял хозяина, ищет вот. Слова Ной возмутили Теда. Он мне не хозяин, я лишь смотрю за ним, чтобы не... Но тут же он осёкся и умолк. О, так ты вроде гувернёра. Ребёночку уж по тридцать, а без присмотра всё никак. Бывает. Тед сверкнул глазами, достал телефон и набрал номер. Мелодия звонка заиграла совсем близко, в комнате Ротвена. Тед шагнул туда, но сразу вернулся и торжествующе предъявил нам гаджет. Вот. Телефон здесь. Без него бы он точно не уехал. Теперь я уверен, это похищение. Покушение! О, кажется, я вовремя. С улицы вошёл комиссар Дуган и оглядел всех нас. Лая, вы уже здесь? Что опять стряслось в этом замке? Да вот. Лео показал на Теда, при виде полицейского тут стушевался и ступил за спины адвокатов. Молодой человек уверяет, что мистера Ротвена похитили. Интересно, давайте-ка поподробнее. Тед нехотя вышел вперёд и рассказал обо всём. Затем покосился на Влада. Учитывая вчерашний инцидент, я бы в первую очередь подозревал... Я не удержалась и перебила его. Тед, для подозрений нужен повод. Того факта, что кое-кто не явился навстречу, недостаточно. Он поморщился. Лая права, подозревать рановато. Мистер Ротвен мог просто уехать по другим делам, забыть о встрече или передумать. Я слышал такое вполне в его характере. А ещё, говорят, он иногда увлекается спиртным. До такой степени, что как-то обнаружил себя поутру в другом штате. Вдруг и в этот раз... Тед хотел возразить, но, похоже, не нашёл аргументов. И мы не можем упускать из виду тот факт, что в замке уже пропадали люди, а потом находились. В общем, сначала надо разобраться. Комиссар повернулся к нам и устало потер покраснившие глаза. Мистер Дуган, вы совсем не спали сегодня? Так и не вышло. Тут закончили к трём часам, потом на работу поехал, а там уж и утро. Решил снова сюда заглянуть, осмотреться, прямо как чувствовал. Комиссар обратился к Владу и Ноэ. Итак, после подписания бумаг все разъехались, а вы остались в замке, верно? Я тоже вот был по делам сразу после вас, только недавно вернулся. Значит, кроме Ротвена здесь ночью были лишь господин Влад и мистер Райт. Как раз в это время в коридоре показался Юстин. Комиссар махнул ему рукой. Парень подошёл ближе и сдержанно со всеми поздоровался. Ночью в замке пропал мистер Ратвен. Вы что-нибудь об этом знаете? Может, видели его или слышали? На лице Юстина отразилось сомнение. Он искосо взглянул на Влада. Около четырёх утра я проснулся от шума, вышел из комнаты. Мистер Ратвен был нетрезв и громко стучал в дверь к господину Владу. Пьяный Ратвен это просто... «Открой, слышь! Давай договоримся. Сколько мне заплатить, чтобы ты уступил замок и убрался отсюда? Дам, сколько скажешь. А что, могу себе позволить?» Он отпил из бутылки и уселся на пол, оперевший спиной на дверь. «Ах, да. Деньгами тебя не возьмёшь. Ты же сам ими раскидываешься. Бескорыстный благодетель. Ну, хочешь, я тоже таким побуду? По-настоящему восстановлю тут всё и полностью отдам под музей?» Он сокрушённо покачал головой. «Куча денег на ветер. Но если Гордон Ратвен что-то хочет, он это получает. Любой ценой. И чёрт с ним, с отелем. Одним больше, одним меньше. Какая разница, когда на кону такое?» Он вдруг разозлился и ударил кулаком по полу. «А не согласишься, тебя ждут большие проблемы. Даже не представляешь, кому ты перешёл дорогу. Не нам, простым смертным, вставать у них на пути. Они и добёрнул твоей всё равно доберутся». Юстин смущённо замолчал. Я с тревогой посмотрела на остальных. Тед побледнел. Лео выглядел обеспокоенным. Даже Ноэ больше не улыбался. И только Влад по-прежнему был непроницаем. «Вы так ему и не открыли?» Открыл. Я почувствовала дрожь в пальцах. Ох, надеюсь, Влад... Поставил его на место. Но не стал заходить слишком далеко. Однако предчувствие меня было совсем нехорошее. «А что случилось дальше?» Мистер Ротвен попытался войти в комнату. Я не позволил. Влад снова замолчал. Слишком длинную паузу нарушил Юстин. Мистер Ротвен стал вести себя агрессивно, и... Мне пришлось вмешаться. Вместе мы отвели его обратно в комнату. Там он ещё немного пошумел, но потом улёгся и сразу заснул. Мы с господином Владом вернулись в свои комнаты. Больше я ничего не видел и не слышал. «А вы...» «И я...» Хотелось облегчённо выдохнуть, но не получалось. Тревога почему-то не отпускала меня. «Ладно, я вызову наших опять, а сам займусь осмотром его комнаты. Вы, господа, пока можете вернуться к своим делам. Благодарю». Влад повернулся и зашагал к своей комнате, даже не взглянул в мою сторону. Ноя поспешил за ним, а я растерянно смотрела им вслед, не зная, как быть дальше. «Ох...» Мне очень хотелось поговорить с Владом, понять, что с ним происходит, но я совершенно не представляла, как к нему теперь подступиться. «Лая, тебе, наверное, не терпится увидеть своё наследство? За этим с утра пораньше приехала». «А?» «Я и забыла о часовне, но упоминания о ней было очень кстати. Это займёт время, то, что мне сейчас нужно. Может быть, когда вернёмся, представится лучший момент для разговора с Владом». «Да, мистер Дуган, я бы хотела увидеть часовню». «Юстин, проведёте, покажете?» «Хорошо». Мы с Лео последовали за ним и вскоре вышли во внутренний двор замка. «Здесь посреди уже почти дикого сада и стояла часовня». «Необычное строение». «Да, она отличается по стилю от замка». «Потому что её возвели на полвека позже, последний шатетов». «Как его звали?» «Шандор, но их всех так звали». «И основателя звали Шандор Шатет и всех последующих. Это фамильное имя». «Мне сказали, он был учёным. В какой сфере?» «О, разбирая архив, я не перестаю удивляться глубине и широте его познаний, литература, география, точные науки. Но особенно поражают его знания по истории восточных культур. Жаль только, что по какой-то причине господин Шотет не публиковал ничего из своих работ». «О-о-о...» «Ну что ж, пройдёмте внутрь». «Вход перекрывала куча мусора, куски прогнивших досок и каких-то креплений. Лео подал мне руку, помогая их обойти. «Осторожно, не поранься, идут». «Преодолев препятствия, я смогла, наконец, поднять голову и осмотреться». «Ох, какая красивая!» «Время не пощадило внутреннее убранство, но часовня всё равно была прекрасна. Изящные фрески, редкие дорогие материалы и тончайшая работа. По центру возвышались две металлические колонны. Они были сплошь покрыты замысловатыми надписями, а их верхушки украшали лилии». «Хм...» «Архитектурные нагрузки эти столбы явно не несут. Интересно, для чего они?» «И столько надписей! Что это за язык?» «Смею предположить, одна из вариаций древнееврейского». «Мы прошли между колоннами и оказались перед большим витражным окном. Его большую часть закрывала плотная ткань, так что внутри попадало совсем мало света». «Почему окно закрыто?» «Солнце вредное здешним фреском и отделке. Раньше снаружи были ставни, но они полностью сгнили». «Юстин указал на обломки у дверей». «Не понимаю. Подобные сооружения стоят веками. Почему в замке за каких-то двадцать лет все настолько пришло в упадок?» «Этого я не могу вам сказать». Вдруг я заметила, что нога Лео запуталась в ткани, свисающей с окна. «Лео, осторожно!» Но не успела я договорить, как он сделал шаг назад. «А, что?» Наверху что-то затрещало. Ткань поползла вниз и рухнула на пол, подняв в воздух тысячи пылинок. Я закрылась рукой отхлынувшего внутрь света. Но когда убрала ее, замерла от удивления. И Лео тоже. «А, что?» Центральный витраж занимал изображение девушки. Мое изображение. Несколько минут мы стояли, не находя слов. Первым заговорил Лео. «Здешний владелец умер, когда тебе было четыре года. Часовня вообще построена задолго до твоего рождения. Кто в середине двадцатого века мог знать, как будешь выглядеть ты сегодняшняя?» «Думаю, это не я, а кто-то очень похожий. Например, Лале. По взгляду Лео было понятно, что он подумал о том же». «Возможно». Я подошла ближе и стала внимательно разглядывать витраж. «Да, но одежда на ней европейская, и сам стиль работы тоже. Так в средневековой Европе изображали святых. Мне захотелось найти их дату создания витража. Я смотрела те пытанные места, где их порой оставляют художники. И вскоре нашла, но не дату. Лео, смотри!» «О-о-о!» На одном из стекол между складок одежды девушки была спрятана мелкая надпись на английском. Той, что подарен этот храм, дождаться нужно золотого часа. Спиною на восток стоять и устремить свой взор на запад. Три шага сделать лишь вперед и вынуть медную пластину, вернуть ей облик и начать секретов открывать глубины. «Той, что подарен этот храм, то есть тебе, это послание тебе от владельца замка? Если выполнить все, что тут указано, возможно, мы поймем, почему он завещал тебе часовню». «Да, нужно попробовать!» «Первое действие – дождаться золотого часа. Я знаю это выражение!» «Золотым часом фотографы и операторы называют время, когда получаются лучшие кадры, потому что солнечный свет тогда очень мягкий, рассеянный. И это время после рассвета». «Как хорошо, что ты об этом знала, Лая. Это время как раз сейчас нам повезло». «Тогда давайте поспешим, что там дальше?» Спиной на восток стоять и устремить свой взор на запад. Три шага сделать лишь вперед и вынуть медную пластину. «Ну, это легко, определить сторону света можно по солнцу. Утром солнце встает на востоке. Сейчас оно со стороны окна, значит, и восток здесь». Я повернулась спиной к ветражу и сделала три шага вперед. Падающая из окна полоска света заканчивалась ровно у моих ног, освещая плитки на полу. В щели между ними виднелось что-то металлическое. «Я нашла!» Лео тут же поспешил ко мне, помог поддеть и вынуть пластину. Она вся была покрыта темно-зеленым налетом. Медь окислилась от времени. «Как там было? Вернуть ей облик? Но чем можно очистить медь?» «Я не работала с медью, однако слышала про один необычный, но действенный способ. Для этого нужен кетчуп. Да, современный лайфхак. Кетчуп? Хм. В этом есть смысл. Он содержит много кислоты. Лео посмотрел на меня с восхищением. Знание, сила. И как удачно ты это вспомнила. Но где нам взять кетчуп? У меня в машине есть пара пакетиков. Кэти постоянно берет к бургерам, а потом забывает. Я принесу, подождете? Конечно, мы будем здесь. Лео ушел, а я снова приблизилась к витражу. Удивительное изображение. В нем передано так много. В этих глазах читаются силы и мягкость, доброта и смелость, огромное жизнелюбие и какая-то очень глубокая печаль. Все же, если это Лале, откуда Шатет знал о ней? И почему поместил ее лицо на такое почетное место, словно это драгоценная икона? Создается впечатление, что вся часовня посвящена ей, девушке с витража. Юстин стоял неподалеку так тихо, что я и забыла о нем. Он тоже смотрел на портрет. Вы ведь его уже видели, не так ли? Поэтому так удивились при нашем знакомстве. Помедлив, он тихо сказал. Да, когда я впервые сюда пришел, часовня мне сразу понравилась. Захотелось посмотреть ее при полном свете. Я отодвинул ткань и увидел изображение. В нем есть какое-то волшебство. На него хочется смотреть и смотреть. Я часто это делал и, конечно, сразу узнал ту, что здесь изображена. Глядя на него, я не могла избавиться от чувства противоречия. Он выглядит очень застенчивым, не смотрит в глаза, все время отворачивается, держит дистанцию, но при этом говорит довольно открыто и даже откровенно, учитывая, что мы едва знакомы. Хотелось бы расспросить его побольше, так и сделаю. Откуда вы? Комиссар говорил про ваши венгерские корни. Моя бабушка была из Венгрии, но родители и я там уже не жили. А где вы жили? Много где, я часто переезжаю. Это связано с профессией? Вы историк, переводчик? И то, и другое, и не только это. До недавнего времени работал в библиотеке, пока не предложили приехать сюда. Кто предложил? Мисс Эрджибет, точнее, мэр Макенди по ее рекомендации. Сначала я не поняла, о ком идет речь. Эрджибет? Ах, Эрджи, там милая девушка, его невеста. Но это ведь тоже венгерское имя, у вас не общие корни? Корни нас никоим образом не связывают. В отличие от меня, мисс самая настоящая венгерка и не так давно живет в США. Как же вы познакомились? На моей прошлой работе мисс Эрджибет приходила к нам за книгами. Она часто обращалась ко мне за помощью, и мы стали довольно хорошо общаться. Интересно, насколько хорошо, да? Эм, заметив мое удивление, парень усмехнулся. Не можете представить ее в библиотеке? Не то чтобы, но все же она производит несколько иное впечатление. Внешность бывает обманчива. Да, и как вам живется в замке? Не пугают слухи о призраке? Он улыбнулся и впервые посмотрел мне в глаза. Призраков я уж точно не боюсь. Это неудивительно, можно только вспомнить, как он защитил ее тогда, когда на нее напали. Он очень был отважен. А жить в замке мне нравится даже больше, чем в каких-либо других местах. Его тон заметно потеплел, и я решила задать вопрос, который волновал меня больше всего. Скажите, Юстин, сегодня ночью, когда Ротвен пытался вломиться к Владу, какой была его реакция? Молодой человек резко отвел взгляд. Почему вы спрашиваете? Потому что беспокоюсь. беспокойтесь о нем? Его взгляд снова уперся в меня, пристальный, почти сверлящий. Это было так неожиданно с его стороны, что теперь уже я смутилась. Да? Вы давно с ним знакомы? Нет, совсем недавно, но... Понятно. Еще тогда было понятно, когда он благодарил меня за ваше спасение. Не ожидал от него? Последняя фраза будто вырвалась невольно. Юстинс похватился и замолчал. Не ожидали? Чего? Не спрашивайте, пожалуйста, все, что я могу сказать. На вашем месте я бы не стал слишком сближаться с господином Владом. Угу, и смотрите, как он хмурится. Ох, неужели ночью он видел больше, чем рассказывал? Я запаниковала. Пожалуйста, расскажите, что было ночью на самом деле. На его лице отразилось искреннее удивление. То есть, вы думаете, я сказал комиссару неправду? Ну? Это исключено. Я всегда говорю только правду. Всегда? Именно. Скрипнула входная дверь, вернулся Лео. Принес кетчуп и салфетки. Он показал несколько ярких пакетиков. Отлично! Попробуем. Мы расположились на одном из парапетов. Выдавливая кетчуп на салфетки, стали усиленно тереть ими медную табличку. Налет был очень застарелым и подавался с трудом, но все же вскоре центральная часть была очищена. Мы увидели еще одну надпись снова на английском. Табличка с надписью. Однажды тьму увидишь в том, кто многих стал тебе дороже. Рукой коснешься, чтоб согреть, но пламенем опалишь кожу. Твой свет спасений принесет, Едидия нам в том поможет. Яхин на севере вберет, Буас на юге путь проложит. Ниже были еще две строчки более мелким шрифтом. Доверься той, что в белом вся, а Гнеш на опыт мой укажет. Иди вперед, храни свой свет, освободи того, кто важен. Я взволнованно перевела дыхание. Тот, кто во тьме, это о Владе, я уверена. И там говорится, что его может освободить мой свет. Но каким образом? Остальная часть совсем непонятна. Я растерянно поглядела на Лео и Юстина. Едиди, Яхин, Буас, Агнеш, что значат эти слова? Агнеш это женское имя, про остальные увы ничего не знаю. Думаю, если захотеть, то можно во всем разобраться. Пойдемте, возьмем табличку с собой, будет еще время над ней подумать. Я кивнула и мы покинули часовню. Здесь я с вами попрощаюсь, пора идти в архив и приниматься за работу. Лео кивнул, но тут же повернулся обратно к часовне. Мы же не повесили ткань на место, а солнце все выше, нужно вернуться. Тогда сначала помогу вам. А я подожду здесь, хочется побыть на воздухе. Мужчины вошли обратно в часовню. Я же медленно побрела по садовой дорожке, было совсем тихо. Меня окружали старые скривленные деревья и разросшиеся кусты, похожие на лапы чудовищ. В другое время они бы выглядели зловещими, но мягкий свет золотого часа делал атмосферу таинственной и немного сказочной. В конце дорожки я заметила старый полуразрушенный ольков. Мне захотелось его рассмотреть. Я подошла ближе и вдруг заметила внутри какое-то движение. девушка. У внутренней стены олькова, почти сливаясь с ней, стояла девушка в белом. Ее лицо было еще более изможденным, чем вчера у жертвенного столба. Хрупкие плечики мелко дрожали. В моей голове всплыли слова с таблички. Доверься той, что в белом вся. Агнеш на опыт мой укажет. Я осторожно сделала к ней шаг. Тебя зовут Агнеш? Ее глаза удивленно моргнули, она робко кивнула. Я сделала еще шаг, медленно протянула руку. А я Лая. Так, по ветке слева я выбирала тебе чем-нибудь помочь, давайте выберем теперь другой вариант. ты можешь мне помочь? В табличке из часовни было сказано, что ты укажешь на опыт. Девушка чуть отодвинулась, глядя на меня с напряжением. Потом, немного поколебавшись, кивнула, протянула свою руку к моей, обхватила мою ладонь и стала пристально смотреть в глаза. Ой, опять эти глаза страшные. От этого взгляда голова начала кружиться, меня словно поглотила странная дымка. Воспоминания Агнеш, Черный замок, 20 век. Большой кабинет, ночь, в лампе трепещет живое пламя. Всюду бумаги, ими завалены стол, пол, тысячи списанных листов. За столом сидит немолодой мужчина, в бархатном халате с золотым шитьем. Он что-то напряженно пишет, прерываясь лишь для того, чтобы макнуть перо в чернильницу. На чернильнице ясно видна гравировка Барон Шандор Шатет. Раз, два, Меркурий во втором доме, Луна ушла, шесть. На низкой скамеечке у ног мужчины сидит Агнеш. Она заботливо втирает в его обнаженное колено густую мазь. Барон полностью поглощен своими расчетами, девушка же смотрит на него с нежностью и восхищением. Но вдруг он резко поднимает руки над столом, перо падает и катится по полу. Замерев, мужчина неотрывно смотрит на бумаги перед собой. Агнеш, я кажется... Девушка поспешно вскакивает и склоняется рядом над рукописями. Что? Все сошлось, Агнеш, у меня получилось. Барон встает и, обхватив голову руками, начинает ходить по кабинету. При каждом шаге он вынужден приседать от боли в колени, но сейчас его это не волнует. Столько лет трудов, и вот наконец я расшифровал и сложил все части манускрипта. Не могу поверить, мне открылась частица знаний самого Иедидия. Остается лишь применить ее. Он оборачивается к девушке и с восторгом обхватывает ее плечи. О, как же долго я ждал. Понимаешь ли ты, как я счастлив, Агнеш? Понимаю, Армин. Я всегда знала, что у тебя получится. Девушка улыбается, но в глазах ее глубокая печаль. Мужчина не замечает этого, он уже снова возле бумаг завороженно перечитывает длинные комбинации слов. Агнеш отворачивается и украдкой вытирает беззвучные слезы. Я почувствовала, что возвращаюсь в реальность, но перед глазами все еще стояла мутная пелена. Ох, мне было совсем нехорошо, горло подкатывала тошнота, тело сковала странная слабость. Сделав над собой огромное усилие, я сфокусировала взгляд и увидела нечто. Вместо милой Агнеш рядом со мной стояло нечто, цепко держа мою руку, оно наклонялось все ближе и жадно втягивало ноздрями воздух. Отпрянув, я попыталась освободиться, но существо лишь усилило хватку. Собрав всего ли в кулак, я решила мыслить рационально. Оно сейчас полностью сосредоточено на моей руке, выдернуть не получится, но можно сделать так. Я резко подалась вперед, толкнув существо всем телом. От неожиданности оно потеряло равновесие и рухнуло коленями на каменную площадку. Так тебе. В глазах существа сверкала хищная голодная ярость, но снова напасть оно не решалось. Оказавшись более выигрышной позиции, я могла теперь лучше рассмотреть противника и с удивлением заметила в его глазах не только агрессию, но и знакомое мне измождение. В это сложно было поверить и все же. Агнеш, это ты? существо застыло, на его лице появилось выражение глубокой вины. «Что с тобой? Зачем ты хотела напасть на меня?» Ее плечи задрожали, она закрыла лицо руками, я услышала всхлипывание. Это было так печально, что мне снова стало жаль ее. Вдруг пришла догадка. «Ты сделала это не по своей воле, а потому что тебе плохо!» Не отрывая ладони от лица, она кивнула. «Послушай, я хочу помочь, только подскажи, как?» Я попыталась приблизиться, но существо вдруг дернулось назад, резко поднялось на ноги и исчезло, буквально впитавшись в альков. Ох, сзади послышали шаги. «Лая, почему ты ушла от часовни? Не стоит здесь бродить одной!» Я обернулась, увидев мое лицо, Лио заволновался. «Что случилось?» «Ну, я сейчас тут общалась с девушкой призраком. Да, но все нормально, я разобралась». «Разобралась?» «Ох, Лая, посмотри на себя, тебя же все трясет». Я вздохнула, села на скамейку и рассказала ему обо всем. Лио внимательно выслушал и задумался. «Тут, конечно, много вопросов, но меня зацепил один момент. На чернилице было написано Шандор Шатет, и, как мы знаем, это имя носили все владельцы замка. Но девушка назвала мужчину Армин. «Да, очень странно, может, это был не хозяин?» Сомневаюсь, что ночью в его кабинете мог работать кто-то другой. «Да еще в такой домашней обстановке, халат, колено». А что если Шандор Шатет не настоящее имя? Когда мы с Лео вернулись в холл, там был лишь мистер Дуган и пара полицейских. Они только приехали, и комиссар объяснял им, что нужно делать. «О, Лая, ну, как часовня, впечатлила?» «Да, очень». «А что у вас? Я осмотрел его комнату, никаких следов борьбы или насилия, все вещи на месте. Позвонил родным, а те знакомым, никто ничего не знает, но сейчас ребята серьезнее тут все изучат. Кстати, Лая звонил мэр Маккенди, сказал заедет сюда к девяти решить с тобой вопрос по наследству. Наверное, не очень удобно, еще полтора часа тебе ждать». Зазвонил телефон, это была мама. «Привет, милая, а ты где? Я получила твое сообщение, что вы ночуете у Кэти, а с утра им звоню, они говорят и уехала. У меня возникли дела, я сейчас на западной окраине. Ох, как далеко, а давай тогда у Марго встретимся, нам сейчас к ней одинаково ехать. Там позавтракаем и поболтаем, что думаешь? Я согласилась». «Ну вот и славно, пообщаешься с мамой, а там как раз и мэр подъедет. Я отвезу тебя». «Спасибо, Лео». Марго была маминой давней подругой. На первом этаже дома она держала маленькое кафе, а на втором ателье по пошиву одежды. И то, и другое не нуждалась в рекламе и давно имела свой круг преданных клиентов. Когда мы с Лео вошли внутрь, мама уже была там. «Доброе утро, мама! Познакомься, это Лео, старший брат Кэти и наш друг». «Рад знакомству, мисс Бернл». «Можно просто Энни, и я рада. Наслышана о вас от девочек, вы их герои». «Спасибо, ну что ж, я вас оставлю, у меня дела тут неподалеку, потом заеду за тобой, Лая». Лео ушел, мама улыбнулась ему вслед. «Какой милый мальчик, а эти золотые волосы». «Милли сказала, ты его раньше не знала, а познакомились только в Румынии, так забавно». «Да». «К нам спустилась хозяйка, и мы сразу попали в ее горячее объятие». «Ах, Энни, сколько же я тебя не видела, так редко выбираешься со своего ранчо». «Сейчас, пока Грегори работает над своим проектом в Чили, все на мне». «Вот, приехала дочку встретить, а к полудню уже обратно еду. Нельзя надолго оставлять». «Ну, пока готовят ваш заказ, пойдемте, выберите себе подарки». «Подарки?» «Моя новая коллекция одежды. хочу подарить каждой из вас по наряду и никаких возражений». «Выбор был нелегким, мне очень нравилось все, что создавала Марго». «Стиль», «Настроение» «Игра». «Что же выбрать?» «Я здесь, наверное, навозьму этот наряд». «Какая же ты куколка, Лая, на тебе все идеально сидит». «Ну, давай и волосы уложим». «Стиль», «Настроение», «Игра». «Прикольная прическа». «Легкость». «Но прическу мы все равно возьмем из стиля». «Прекрасно!» «И, конечно, тебе нужно украшение». «Стиль». «Легкость». «Это должно подходить, но как-то мне не очень нравится. желтое что-то к черному. Возьмем это». «Мама тоже выбрала себе наряд, но переодеваться не захотела». «Я все-таки вернула черную прическу». «Мы поблагодарили Марго и вернулись за столик. Как раз принесли наш заказ». «Какая она чудесная! Вы ведь дружите еще со студенчества?» «Да, хорошее было время. Столько планов, мечтаний. И у Марго, кстати, все сбылось». «А у тебя?» «У меня тоже, но по-другому». «Никогда не понимала, почему ты оставила математику, все ушло так хорошо, институт, исследования». «Почему вы с папой вдруг все бросили и уехали на ранчо?» По лицу мамы пробежала тень, она отпила глоток кофе. «Я ни о чем не жалею, на ранчо мне тоже теперь нравится. Лучше расскажи про совет в мэрии, что за дело, ради которого сам мэр ночью к самолету приехал?» «Совет был не в мэрии, а в черном замке. Его владелец оставил мне в наследство часовню». Мама так побледнела, что я испугалась. Дрожащими руками она поставила чашку на блюдце. «Черный замок?» «Да, кстати, хотела спросить, мы связаны каким-то родством с этими шатетами?» «Никакого родства, расскажи мне все подробнее». Я поведала маме о событиях в замке, конечно, об опасности и химистике упоминать не стала, но и без того она выглядела напуганной и словно оцепеневшей. Вдруг на ее лице мелькнула какая-то вспышка. «А какая фамилия у этого Лео?» «Милли как-то упоминала, сейчас Кэти Нолан, значит, и Лео тоже Нолан». Мама медленно встала, теперь у нее дрожали не только руки, но и все тело. «Мама, что такое? Объясни наконец?» «Извини, мне нужно подышать, я выйду на балкончик, а ты сиди, сиди здесь!» ее тон был одновременно умоляющим и угрожающим, едва пристав, я снова села. «Она точно что-то знает о замке и Шатете, но при чем тут Лео?» «Говорить не хочет, а расспрашивать нет смысла, уж я ее знаю». Я встала и осторожно выглянула на балкон, мама нервно набирала чей-то номер. «Я должна услышать этот разговор». Я подошла слишком близко к выходу и прислушалась. «Да, мы встретились, и да, она рассказала. Джон, я не могу поверить, что ты сам лично ее туда повез». «Она говорит с мистером Дуганом». «Конечно, лучше с тобой, чем без тебя, но как ты вообще допустил, почему мне не сказал?» «Разумеется, я бы паниковала. Нужно было вообще уничтожить это завещание». «Я знаю, что ты человек чести, но ради безопасности моей девочки...» «И еще этот парень возле нее появился как раз сейчас. Думаешь, это совпадение?» «Какой?» «Леон Олан». «Ты не поняла, я сразу поняла». «Да, тот самый рыжий мальчуган, что оказался тогда в часовне». Какое-то время она слушала собеседника, но его доводы ее явно не успокаивали. «Я напомню, странный тип, который лет 20 не вылезал из своего замка. Он похитил мою четырехлетнюю дочь и увез свое логово, и мы оба знаем, чем это закончилось. Да, его давно нет в живых, и да, она тогда не пострадала, но я не хочу, чтобы это случилось сейчас». Они все говорили, мамин гнев все же понемногу утих, уступив место грусти. «Тогда мы с Грегори ее увезли и от всех спрятали, но теперь она взрослая. Я не могу и не хочу ее к чему-то принуждать». «Нет, Джон, я не могу ей рассказать, и ты обещаешь, что не расскажешь, просто будь рядом, как был тогда». «Тогда», значит, он был тогда с ней в четыре годика. Мама завершила звонок, и я поспешила за столик, вскоре подошла и она. «Лая, пожалуйста, пообещай мне, что будешь разумной и осторожной, что не позволишь злым людям играть на твоей доброте и сострадании, не дашь им использовать себя». «К чему это мама?» Она подошла и обняла меня. «К тому, что я тебя очень люблю и верю, что ты со всем справишься». Вскоре она вызвала такси, а за мной приехал Лео. Мы попрощались и поехали обратно в замок. Когда мы туда прибыли, комиссар был на улице, его подчиненные собирали свои принадлежности, готовясь уезжать. Мистер Дуган встретил меня внимательным грустным взглядом, но о маме упоминать не стал. «Какие новости, комиссар?» «Почти никаких, единственное». Он что-то сказал одному из полицейских, и тот принес запечатанный пластиковый пакет. «Вот, нашли в комнате Ротвена, в мусоре». Внутри была надрезанная бинтовая повязка со следами засохшей крови. «Экспертиза скажет точнее, но я уверен, эта кровь была пролита часов восемь-девять назад». Лео пригнулся к пакету, пристально разглядывая содержимое. «Крови не так много, а судя по ширине повязки, она была наложена чуть выше запястья». «А о чем это говорит?» «О том, что, скорее всего, вчера около полуночи мистер Ротвен где-то поранил руку. Но, конечно, нужно еще доказать, что это его повязка и кровь. Проведем анализ и будем знать точно». «Вдруг я вспомнила фрагмент прошлой ночи и все внутри меня похолодело. Перед тем, как Влад вышел из себя и бросился на Ротвена, он ведь держал его за руку. Смотрел на нее зачарованно и так мощно втягивал воздух ноздрями. Что, если он почуял кровь? Ту самую рану на руке Ротвена, невидимую под одеждой? Тем временем помощники комиссара окончательно собрались и попрощались с нами. Но, едва они ушли, перед замком появился мэр в сопровождении двух мужчин. Доброе утро, мисс Бернелл. Пришло время заняться вашим наследством. Мы вернулись в холл и начали оформление. Множество бумаг и документов, подписей. Все заняло больше часа. Мне было трудно сосредоточиться, мысли все время улетали к недавним событиям. Оно еще тревожное чувство в груди не оставляло ни на минуту. К счастью, комиссар и Лео были рядом и помогали мне. Наконец все закончилось. Мэр вручил мне папку с документами и пожал руку. Остаются еще некоторые бюрократические формальности, но уже с этого момента вы полноправная владелица часовни. Поздравляю, Лая. Спасибо. В коридоре послышали шаги и голоса. В нашу сторону шли Влад, Ной и еще один мужчин из рабочих, что мы видели утром. Так, с кухней разобрались, с обслуживанием тоже. Прошу вас подготовить к вечеру те комнаты, что я указал. Да, и еще одну дополнительную. Влад, ты не против? Хочу, чтобы арт-директор, которого я нанял руководить художественной частью работ по замку, поселился тут. Хорошо. За прошедшие часы лицо Влада не только не смягчилось, напротив, стало еще более отчужденным. Чем дальше, тем хуже становится. Нужно как можно скорее поговорить с ним. Они подошли ближе, и мэр их радостно приветствовал. О, вижу, вы активно взялись за дело. Очень рад. А мы с мисс Бернел оформили документы на часовню. господин Влад, поздравьте свою соседку, если, конечно, можно так выразиться. Разумеется, мисс Лай не будет здесь жить, но приезжать, думаю, станет часто. Волей-неволей предстоит видеться и налаживать общение, а что поделаешь, с соседями так? Мэр засмеялся о собственной шутке. Но Влад смирил его таким взглядом, что он тут же испуганно мог. Я слышал, от вторых ворот есть проход сразу во внутренний двор. Через него можно попасть к часовне, не заходя в замок. Да, это верно. Прекрасно. Надеюсь, мисс Лая будет пользоваться именно этим путем. Он по всем веткам такой холодный. Влад. Но тот уже резко развернулся и зашагал по коридору. Меня бросило в жар. Он не хочет меня видеть. Совсем. Игнорирование худшее, что может быть. Даже обвинение наполнено эмоциями, пусть и негативными. Но отказ от общения это полная пустота. Какой же должна быть боль внутри него, чтобы он так себя вел? Меня сковало страхом. А что, если это и правда конец, и возможности что-то исправить больше не будет? И тут все во мне взорвалось с бурным протестом. Какого дьявола? Почему весь этот кошмар с нами происходит? Почему он, я, мы оба позволяем ему происходить? Не могу больше, хватит. Прямо сейчас я пойду к Владу. Я побежала по коридору, успела заметить, как Влад вошел в какую-то залу и последовала за ним. Это была светлая комната, похожая на кабинет. Над письменным столом висела репродукция картины Густава Климта поцелуи. Влад стоял, положив руку на какие-то бумаги, но застывший взгляд смотрел мимо них. Услышав хлопок двери, он обернулся. На миг в его глазах мелькнуло что-то живое, но тут же оно утонуло в вязко непроглядной тьме. Он опустил взгляд и стал просматривать бумаги так, словно был здесь один. Меня разрывали эмоции. Я порывисто шагнула вперед и встала прямо перед ним, заставляя вновь посмотреть на меня. Почему ты это делаешь, Влад? Наказываешь меня? Думаешь, я недостаточно страдаю из-за своих ошибок? Не понимаю или не помню их? Я покачала головой и приложила руку к сердцу. Нет, каждая из них это открытая рана вот здесь. Мой побег из Румынии, после которого ты остался один в полной тьме. Каждый испуганный взгляд, который ранил тебя, заставляет чувствовать монстром. Мои страхи, слабости, неспособность принять тебя сразу и полностью таким, какой ты есть. Все они здесь, очень болят, не заживают, не дают дышать. Влад молчал. Он был так близко и так далеко от меня. В утреннем свете я ясно видела каждую черточку его лица, лоб, ресницы, губы, каждый отблеск его глаз, таких холодных сейчас, но все равно самых дорогих для меня. Мне вдруг безумно захотелось обнять его, и все внутри скрутило мучительную болью от невозможности сделать это. Рядом на стене нарисованные мужчина и женщина слились в поцелуе. Я хорошо знала историю этой картины. Художник очень много лет любил эту женщину. На холст вылилась вся его нежность и страсть к ней. Но того, что он изобразил, никогда не было между ними в реальности. Хотя он часто видел ее, общался, бывал в ее доме. Целоваться не могли лишь воображение. Я почувствовала сильную слабость, отступила на шаг и присела на стол. Закрыв руками лицо, снова заговорила, уже не думая о том, насколько правильны и уместны эти слова. Знаешь, чего я сейчас хочу? Вцепиться в тебя руками, крепко-крепко, прижаться к тебе всем телом и не отпускать, что бы ты ни говорил и ни делал. Но я не могу. Раньше нельзя было касаться твоей кожи, но это было не так важно, потому что я могла касаться твоей души. А теперь я не могу ничего. Я услышала рядом шелест, убрала руки от лица и увидела, что Влад сидит совсем рядом. Неужели ты меня настолько ненавидишь, что даже не хочешь видеть? О, он уже смотрите, он уже не злой. Нет, я люблю тебя настолько, что не могу видеть. Потребовалось несколько секунд, чтобы его слова дошли до моего сознания. Он впервые признался, до впервые. Закусив дрожащую губу, я пыталась овладать с ураганом пламени, вспыхнувшим внутри. Они такие хорошенькие сейчас, эта картина на заднем фоне. боясь поверить, смотрела в его глаза и видела в них подтверждение тому, что произносили его губы. Никогда, ни на одну секунду я тебя не винил, только себя. Это я совершаю ошибки, одну за другой, с самого начала, с нашей первой встречи. взвалил на тебя непосильный груз своих надежд и ожиданий. Это было неправильно, и такое не должно повторяться. Видеть тебя здесь, хотя бы просто видеть мое самое большое желание. Но есть кое-что важнее моих желаний. Ты важнее. Я не могу позволить такому, как я, быть рядом с тобой. Почувствовав, как по моей щеке катится слезинка, я протянула руку к его лицу. Влад, нет, не говори так. Но он резко встал и отступил от меня. Ты видела мой истинный облик Лая, но ты не видела мое истинное нутро. Оно гораздо страшнее, поверь. Влад направился к двери. Я вскочила за ним, но он резко обернулся. Нет, нельзя. Тебе нельзя рядом со мной находиться. Он поспешно вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. А дальше был только туман. Погрузившись в оцепенение, я не понимала, сколько времени прошло. Но вот открылась дверь, в кабинет вошел Ноэ. Я посмотрела на него сквозь влажную пелену в глазах. Входи, Ноэ, ты же любишь наблюдать за человеческими слабостями. Перед тобой сейчас прекрасный экземпляр, хоть бери в кунсткамеру. Он подошел ближе, тихо оглядел мое лицо. Вдруг протянул руку и осторожно стер слезинку с моей щеки. Потом взял мою ладонь и легонько жал. Я знаю, что тебе сейчас не хочется никого видеть, не слышать. Просто лечь и не шевелиться много-много дней. Но, Лая, сейчас нельзя. Нам нужно его спасать. От этих слов я вздрогнула. Влада? Да, все гораздо хуже, чем я предполагал. Ты должна быть здесь как можно больше времени. Нужно поселить тебя в замке. Я в отчаянии запустила пальцы волосы. Это невозможно. Просто скажи мне, ты согласишься? Я соглашусь, но он не позволит. Конечно, не позволит. На его лице мелькнуло какое-то загадочное выражение. Пойдем. Ноэ распахнул дверь, показывая мне помещение за ней, нарочито громко заговорил. Вот, Лая, это твоя комната. Можешь перевести сюда вещи сегодня же. Что? Что? Я обернулась. Влад в недоумении и почти ненавистью смотрел на Ноэ. Что? Что? Что ты делаешь, Ноэ? Заселяю своего арт-директора в его комнату. Ты же сам разрешил. Арт-директора? Твоего? Ноэ притворно спохватился. Ой, прости, забыл сказать. Сегодня ночью я купил галерею Винсента, так что теперь я твой босс. И да, поздравляю с повышением. Да, этот конец все равно радует, даже несмотря на такую грустную серию. Я просто в шоке. Он впервые признался Лае в любви. В жизни вообще очень сложно найти настоящую крепкую любовь, но как это ужасно, когда ты, полюбив, не можешь быть рядом с любимым человеком, с дорогим тебе человеком, уже ставшим тебе родным. Это ужасная боль. И сейчас Илая и Влад испытывают эти ужасные чувства, мучительные чувства, но в любом случае первый шаг уже сделан, признание в чувствах уже есть. Я считаю, что это просто огроменный шаг вперед. Что думаете, друзья, по этому поводу? Я как всегда с нетерпением жду ваши впечатления про эту серию в комментариях под видео, ну а также не забывайте, что плейлист этой истории всегда находится в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной, а с вами была Алиса, до встречи в следующем видео, всем пока-пока. Пока-пока.